Около 500 юных артистов из республики Коми выступили на главной сцене города-курорта. Они приехали на специальную творческую смену, чтобы отдохнуть на море, обменяться опытом. В программе песни, хореография, много этнических мотивов. День семьи, любви и верности Анапа вместе с Россией отмечают в десятый раз. Вместе с Россией, в прямом смысле этого слова, Никита приехал с женой и двумя детьми из Нижнего Тагила в Анапе впервые. Удачно, понравилось все нам, впечатления хорошие. Тем более, рядышком здесь живем, постоянно тут мероприятия проходят, приходим сюда, смотрим. Мария считает, что день семьи, любви и верности хорош тем, что приходится на отпуск, и его можно отмечать на море. Это становится уже чем-то вроде семейной традиции. Классно, очень хороший город, очень все нравится. Море, сам город очень красивый, для детишек вообще замечательный город. Представители Русской Православной Церкви и городской власти вручают благодарности главы города и подарки семьям за вклад в сохранение традиционных ценностей. У Елены и Юрия Здарык 10 своих детей, самому младшему 7 месяцев. Это жизнь. Вас можно представить иначе. Я еще была маленькая, в общем-то, Мария, славногодетная семья, и не представляла иначе. Здесь же подвели итоги городского конкурса «Семейное древо». Первое место завоевали Анна и Геннадий Афанасьевы из станицы Гостогаевская. Инициатива принадлежит жене. Более 5 лет она занимается исследованиями. Сейчас дерево насчитывает более 200 родственников в 7 поколениях, начиная с 19 века. Я ее в этом поддерживаю и стараюсь всегда помочь, когда есть свободное время. На сцене также те, кто прожили вместе десятки лет. По словам тех, у кого удалась счастливая семейная жизнь, главное – это считаться с мнением друг друга и не разменивать любовь и верность на деньги.